Четвертое. Я, знаете, вот научился диагностировать людей. Причем это не какая-то там диагностика запредельная, там по каким-то там полям и еще. И по внешнему виду я смотрю, что, что, как. Ясно и понятно. Два случая с такой, знаете, подошвенной бородалкой, знаете, такой злючей подошвенной бородалкой. Чтобы бородалка прицепилась, это надо создать в организме условия для того, чтобы она могла за что-то зацепиться. Все мы тут ходим, там, вирус там этой бородалки или что там такое. Но не у всех она имеется. А у некоторых, знаете, постоянно. Одна за другую, да плюс это еще подошвенные, самые, знаете, такие, ух, с такими корнями. Так вот, у сына бородалка, естественно, слушает, не слушает, сладенькие напитки, все это там такое. Запивание после еды. Пока организм молодой, это все сходит. Но, тем не менее, все это, знаете, там внутри уже создалась, так сказать, такая плохая обстановка, плохая микрофлора. Особенно это ясно по выделяющимся газам. Они уже приобрели соответствующий там запах, особенно когда, знаете, сладенькое что-то навернет. И она не столько там усваивается, сколько вот бактериальное разложение и образуются все эти вещи. То есть, создались условия. Вот эта подошвенная бородалка, их надо сводить. Бородалки вообще-то, они сводятся. Конечно, есть вот такие сложные бородалки, как подошвенные. Их сводить гораздо труднее, такие злокачественные. Но, тем не менее, можно. И то пробовать, и все пробовать. Ну, я как-то поговорил, нет, буду там выжигать и так далее, и так далее. Ну, не знаю, вроде как избавился от этой бородалки. А ему вот в том году будет 40 лет. То же самое. У меня хороший мой знакомый по машинкам. Джин-джин-джин мне помогает. Молодец. У него тоже приключилась вот эта вот бородалка. А я на него смотрю. У него кожа. Ну, там, не то, что вся прыщевая, но есть прыщи. На голове там были, на том, на сём, на этом. Он такой полненький. В основном наедается. Вот, смотрите, мировоззрение какое. Днём надо работать. А вот вечером можно поесть, чтобы днём тебе никто там ничего не мешал. Естественно, когда человек наедается на ночь, там, и пищеварение, там, у него нарушается. Но, тем не менее, как бы сказать, вот этого всего там хватает до обеда и более. Потом немножко может, там, перекусить что-нибудь. И только вечером наедается. Вот. Работает. Вот. Надо работать, а не есть. Значит, в результате такого наедания вес излишен. Накопилась такая, знаете, жировая масса. Плюс во всём вот этом вот произошёл сдвиг микрофлоры, что начала превалировать гноеродная вот эта вот микрофлора. И, как следствие, где он там ходил, подошвенная бородавка. Уж он её так лечил, и сяк лечил, рассказывать и то, и всё, и пятое, и десятое. И самыми там современными, и ещё какими-то там методами, и лазерами, и так далее, там, жили, и так далее. Вроде бы как избавились, а потом смотрит, нет, опять там же начинается боль, и что-то там растёт. И вот она, говорит, попросила жену, которая, говорит, так, как-то посмотреть, что ж там такое, меня беспокоит. Говорит, придавила я только раз, стержень вышел. Стержень вышел, и боли прекратились, всё, говорит, вот. А я ему до этого говорил, ну, можно же опробовать упаренную урину. Приложил там, и всё, это нормально. Нет, мне ничего не хочет, но это про бородавку, это одно. А потом, говорит, знаешь, ё-моё, да я-то чуть не умер недавно. Что такое? Там мы поехали день рождения там отмечать, там, выпили, там, поели. Короче, создали в желудочно-кишечном тракте неудобоваримую смесь, которую начала разлагать микрофлора болезнетворная. А эта микрофлора, и вот эта же всасывается в кровь пошла, и кожа что-то такая вот, прыщавая там. Что, говорит, меня как пропоносило, вплоть до того, что даже кровь там пошла. То есть настолько вот эта вот хреновая вся эта микрофлора стала. Ну, кое-как там что-то там с пищеварением наладилось, а зато, говорит, в промежности вот возникла какая-то опухоль. И начала расти, 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 расти. То есть нейродная инфекция, которая имеется в организме при достижении человеком определенного возраста, когда слабеет защитная сила, она уже, знаете, ведет себя вольно. И то там, то здесь может образовывать очаги воспаления. И как раз это в паху. Что, говорит, такая шешбаня. Потом, говорит, вот это у меня температура поднялась. Все это, то есть за малым делом идет к сепсису. Обратился в больницу, говорит, как начали это, как вливать эти все эти антибиотики и так далее. Вот, говорит, от антибиотиков у меня, говорит, кожа очистилась. Так можно же было и так ее очистить. Говорю, вот, пожалуйста, я же тебе давал этот и керосин, и то, и все. И семитмина для того, чтобы нормально работал желудочно-кишечный тракт. Нет. То есть с бородавкой не хотел служить, с этим не хотел служить. Вот, и в конце концов вот это все нагноилось, лопнуло там, гноем там вышло. Сейчас там заживает. Заживает, но еще, говорит, выделение есть. Выделение есть. А там такая, как бы сказать, область такая вот, вообще в паху, что вот эта вот ткань, в которой вот могут образовываться свищи. То есть осталась инфекция, и все. И она там потихонечку, знаете, размножается, потом нарывает, хоп, гной отек, гной отек, гной отек. И никак ее не сделаешь. И я ему привожу, слушаешь, слушай, вот в случае чего я тебе могу сделать упаленную урину, приложишь, чтобы она высосала всю эту заразу. Плюс тмин для того, чтобы ты наладил пищеварение. Плюс питайся же правильно. Вот и привел ему пример, что у мужчины парапроктит. Парапроктит это когда была трещина прямой кишки, вот эта вот кишечная оплёточка нарушилась за счет этой трещины. От геморроя, от натуживания, еще чего-нибудь. Ну, главное, наружилась. Вот. И инфекция с полости прямой кишки вот сюда проникла за вот эту вот кишечную оплётку. Ну, то есть за кишечную стенку. Вот сюда она проникла. А тут ткань, и она там начала развиваться, и все. Естественно, сюда дырка. Здесь она, вот гноеродная инфекция, значит, развивается. Хавает там все эти ткани, образуется гной. И, естественно, там организм пытается с ней бороться. И этот гной так раз образовался свищ, и он стекает, 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 стекает. Делали три операции. К медикам обратился. Три операции по иссечению этого участка, дабы мы иссекем по новой, там заживёт и всё. Не так-то просто взять вот эту вот инфекцию, которая туда внедрилась. По моим книгам. Использую упаренную урину. А я вам так скажу. Вот смотрите, я на вас смотрю глазом. Глаз это буквально таким открытая среда взаимодействующая моего организма, взаимодействующая с окружающей средой. Здесь вот и вирусы, и микробы, и пыль, и грязь, и всё, и всё это попадает сюда. И для того, чтобы не произошло внедрение, всё это смазывается слёзной жидкостью. Что такое слёзная жидкость? Пробовали её на вкус, она солёная. То есть за счёт обилия солей, она вот эту инфекцию всё подавляет. И у нас нету никаких конъюнктивитов, воспалений вот этого вот, слизистого века и прочее, прочее, прочее. А ну, знаете, иногда выделяется. То же самое наша моча представляет собой раствор солей. Но когда мы упариваем до 1 четвёртой, мы это количество солей в 4 раза концентрируем. И она начинает действовать так же, а то более сильно, тем более она состоит из нашей же жидкости, чем слеза. Так вот, он только компрессик поставил туда, этот человек. Она только, знаете, как солевой раствор сразу потянула за счёт осмоса. То есть важно понимать, что там будет происходить. А будет происходить то, что солевой раствор, попавший в окружающую ткань с менее концентрированным, значит, раствором солей, он будет насасывать на себя воду, дабы, чтобы вот эта вот концентрация, то есть отдавать воду сюда, дабы, чтобы концентрация соли, грубо говоря, в компрессии и в окружающей ткани сравнилась. То есть будет эффект насасывания. Что очень важно, чтобы из этого вот свеща потянуло, не замазало. Там, знаете, вот мы там возьмём там мазью вишневского, замажем. Вот вроде должно тут оно всё это заживать. Оно, возможно, тут и будет заживать. А внутри там запечаталось, нарывает и нарывает, и хрен с ним, чтобы там помазали. А важно вытянуть. И вот он сделал несколько таких компрессов, всё это вытянуло, убило, зарубцевалось и всё. И он приехал ко мне с огромной благодарностью. Это, знаете, когда человек прошёл через вот такие вещи, уже не знает, что такое врачи, но я ж вам верю. Вот, 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 может, вы ж мою задницу полечите, вот, что-то тут такое. А они там только вот резут, и... А толку никакого. Отчаиваются. Что делать? Простые средства, вот, о которых я вам рассказываю. Что можно тут безмедикаментозно, с помощью образа жизни делать чудеса. Нет. Не воспринимаются, да, эти рецептики или ещё что-нибудь там такое. Вот я ему тоже это рассказал, но посмотрим, вот, что там дальше. Постесняется он, не постесняется. Или оно там само пройдёт. Ну, как правило, после того, когда влили кучу вот этих антибиотиков, и вроде бы что-то там сделалось. Это просто, ну, просто, знаете, вот, инфекцию, и они, как бы сказать, заставили уйти в более такие труднодоступные места для антибиотиков. И оно там уже живёт. И потом будут суставы болеть, потом сердце разболится, потом, значит, стенки сосудов, потом, допустим, ещё что-нибудь, ещё что-нибудь. Это всё от того, что вот так вот, не понимая механизмов действия, заложенных в организме, начинаются какие-то там, какие-то манипуляции. Учитесь отличать подлинную информацию от такой какой-то поверхностной, мелочной. Смотрите целительные силы, становитесь спонсорами канала. Вот это вся, знаете, вот это, почему нас ещё душат, вот, душат всё население. Душат из-за того, что вот эти все, значит, фирмы, гиганты и прочие отрасля, они имеют деньги. За счёт чего они вот это вот, всё это делают, пропагандируют, вводят, всё тут, знаете, разумное, позадушили, что только вот таблетки, только вот, вот такое. И человек какой-то делается искусственный, который надо постоянно держать на каких-то там искусственных лекарствах. Моё обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.